Партии Тайбрейка 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 И в этой позиции Читум Бамвали ошибается, играя конь С5. Здесь правильно было найти ход Д4. Вот такой вот удар по центру. На ЕД уже можно сыграть конь С5. Идея в том, чтобы заблокировать черным возможность прыжка коня на поле Д4. Что мы с вами увидим в дальнейшем будет очень важно. После слон бьет С5. БЦ. АЖ. ФЖ. Ферзь Е8 с угрозой. Ферзь Е3 мат. Белые могут просто сыграть ферзь Д2. На коне А4 слон А1. И на коне А5 с угрозой вилки. Ферзь Д3, например. И позиция получается сложная. Белые в нужный момент отыграют пешку на Д4. Так как они ее атакуют трижды. И здесь белые должны постепенно, потихонечку уравнять. Но после А4 конь С5. Играют белые сразу. Следует слон бьет С5. Вадя бьет С5. АЖ. ФЖ. Слон Е6. Ферзь С2. Король Б8. Слон С3. Конь Д5. Слон Д2. Ж4. Конь Х4. И конь Д4. Вот она, собственно, и разница. Видите? Конь пришел на Д4. И дальше черные развивают страшную атаку. На ферзь Д1 последовало конь Ф4. Такой вот напрыг. Коней. На ЖФ. Вадя бьет Х4. И стало понятно, что здесь получится быстрый разгром белых. ФЕ, Ж3. Черные прорываются. ХЖ. Ферзь С7. Король Ф2. Вадя Ж8. И белым пришлось сдаться. Поскольку если взять ладью, то следует мат в два хода. Ну а если не брать, то все заканчивается еще быстрее. Итак, все-таки Хайк Мартиросян одерживает победу. Ну и надо сказать, что на самом деле дальнейшей борьбы не получилось. Хайк Мартиросян выиграл и вторую партию. И прошел в 1.64 финала. Идем дальше. Белыми играл Бобби Скай Чен. Черными играл Вахап Санал. Итак. Д4. Конь Ф6. С4. Е6. Конь Ф3. Слон Б4. Шах. Конь Д2. Новоиндийская защита. Вариант Боголюбова. Рокировка. А3. Слон Е7. Е4. Д6. Слон Е2. Конь Д7. Рокировка. Е5. Конь Б1. Играют белые. После ЕД. Конь Б4. Конь С5. Конь С3. Белые вот таким образом перегруппировывают свои фигуры. И здесь черные ошибаются, играя А5. Ослабляя поле Б5. Которое в дальнейшем мы с вами увидим здорово белым пригодится. Здесь надо было сыграть либо конь С6, не боясь сдвоения пешек. Либо просто слон Ф6. И позиция была бы равной. Итак, А5. Слон Е3. Слон Ф6. Ферзь С2. Конь С6. Конь Б5. И вот, собственно, уже угрожает конь Д5. Что делать? Пришлось бить на С3. После конь БЁ С3 у белых преимущество двух слонов. Ладья Е8. Ладья Д1. Б6. Ф4. Слон Б7. Слон Ф3. Ферзь С8. Ладья Е1. А4. Конь Д5. Мы видим, что белые фигуры доминируют. Ну и после конь А5 белые проводят решающий пролом по центру. Играют Е5. На ДЕ. ФЕ. Выясняется, что бить на поле Е5. Черные не успевают. Играют конь С6. Если бить на Е5, то слон бьет С5. Ладья бьет Е1. Ладья бьет Е1. И угрожает конь Е7. Вилка. На слон бьет Д5. Просто следует слон бьет Д5. И висит ладья. И белые остаются с лишней фигурой. Итак. Конь С6. Слон Ф4. Конь Е6. Слон Ж4. Белые, как мы видим, доминируют. Ну и дальше давайте без особых комментариев посмотрим. Поскольку белые обладают достаточно большим позиционным перевесом. Бросают они вперед крайнюю пешку. Белым уже фактически осталось нанести последний удар. И после короля Х2 последние приготовления делают белые. Черные играют конь Х7. И следует красивый пролом обороны. Ладья бьет Ф7. Вот такой страшный силы удар. Но ладья бьет Ф7. Будет слон бьет Е6. Король бьет Ф7. Слон бьет Е6. Теперь если бить на Е6, то следует шах. И ферзь бьет Е6. Король Е8. И очень симпатичная концовка. Слон Ф5. Напали на коня. И конь Ж5 приводит уже к форсированному мату. Можно было сыграть конь Ф8. Но после ладья Д1 выясняется, что черный в полном цукцванге. Угрожает ферзь Ж1 и слон Ж6. А значит ферзь Ж8 и слон Ж6 мат. Пользуясь тем, что черный находится просто в полном цукцванге. Но после слона Ф5 был сыграно конь Ж5 за черных. И красивая, очень красивая, как мне кажется, развязка ладья Д8 шах. Форсированный мат объявляют белые. Что теперь делать? Король бьет Д8. Играют, значит, черные. Если забирать ладьей, то следует мат с поля Ж8. Поэтому берут королем. И теперь просто ферзь Д5. То есть не сразу ферзь Ж8, потому что черные закроются ладьей. А сначала дают вот такой шах. И выясняется, что от мата ничего не помогает. Ладья Д7, ферзь Д7 мат. Ну а король Е8, ферзь Ж8 мат. Вот такая симпатичная концовочка. Идем дальше. Белыми играл Рави Харья, черными играл Вадим Звягинцев. Итак. Международный мастер из Англии играет против достаточно опытного российского гроссмейстера. На доске была разыграна сицилианская защита, вариант Рассалима. И давайте, соответственно, дебютную часть мы быстренько с вами промотаем. И остановимся лишь на одном критическом моменте. То есть до поры до времени соперники играли замечательно. Но вот здесь черные ошибаются. После слон Б6, конь Б1. Они играют слон Б2, чем получают просто страшные силы дыру в своем лагере на поле С5. Здесь надо было сыграть слон Е3. Вот таким вот образом поставить слона, напасть на ладью. Пытаться бороться за вертикаль С. Теперь, если черные заставят белых разменяться, то в распоряжении черных будет пункт на поле Ф4 для коня. Ладья С3, ферзь Е7, напали на пешку. Ферзь Е1, ладья Ф8, слон бьет Е3, ФЕ, ладья бьет Е3. И вот эта позиция после ладья С8 получается абсолютно неясная. Ладья идет на С4. Да, у черных не хватает пешки, но взамен у них есть хорошая контр-игра. Конь где-то идет на Ф4, ферзь поскачет на Ж5. То есть белым пришлось бы решать непростые задачи. А после конь Б1, слон бьет Ф2, ладья бьет Ф2, конь Е7. Все свелось к тому, что белые просто завладевают инициативой, захватывают вертикаль С, полностью встраиваясь по вертикали, и упрощают игру. После ладья С7, ладья бьет С7, ферзь бьет С7. Здесь опять же черным нельзя было ни в коем случае менять ферзей. Надо было сохранять сложный характер позиции, играя ферзь Е8. Но черные не чувствуют опасности, играют ладья Ф7. И после всех разменов ладья вторгается на С6. Далее король пододвигается и выясняется, что пешка на Б5 у черных падает. И черные просто терпят крах. То есть белые, как мы видим, получают и позиционные, и материальные преимущества. Ну и все дальнейшие попытки Вадима Звягинцева хоть как-то изменить характер борьбы ни к чему не привели. Белые все сделали грамотно. Даже оставили всего одну пешку себе. Но после король С7 пешку Б уже остановить невозможно. Поэтому черные сдались. Итак, рейтинг фаворит в этой встрече проиграл. И теперь предстоит во второй партии попытаться Вадиму Звягинцеву отыграться. Чтобы перевести игру на более быстрый контроль. 10 минут и 10 секунд добавления на ход. Идем дальше. Белыми играл Вадим Звягинцев, черными играл Рави Хария. Итак, Вадиму Звягинцеву предстояло отыгрываться. На доске была разыграна французская защита. Ну и надо сказать, что белые обязаны были играть на победу. Поскольку ничья их уже не устраивала. То есть они просто заканчивали выступление на Кубке мира. Но черные расставились очень крепко. Все потихонечку, постепенно начинает упрощаться. Происходит переход в ладейный эндшпиль без пешки у черных. Но ладья активная и белые ничегошеньки сделать не могут. И надо сказать, что поскольку Вадим Звягинцев должен был побеждать, он должен был как-то рисковать. И в итоге, давайте долистаем. Выиграть невозможно. 4 на 3, уже 3 на 2. Но нужно что-то пытаться делать. Белые пытаются двигать пешки. Но ничегошеньки не выходят. И в результате белые доигрались до поражения. То есть сейчас мы с вами увидим, что вроде бы белые залезают куда-то в тылы. Но ничего не получается. Ладья Е8, король Ж6. Черные стоят. И здесь белые уже решаются на отчаянные меры. Играют Е6. Черные забирают пешку. И на Ф7 просто играют ладья А7. Забирая еще и пешку на Ф7. И здесь уже Вадим Звягинцев просто сдался. И таким образом Рави Хария выбивает российского гроссмейстера с этого самого... Кхм-кхм-кхм-кхм. С этого самого турнира. Идем дальше. Белым играл Вахап Санал. Черным играл Бобби Скай Чен. Итак, вторая партия с контролем 25 минут и 10 секунд добавления на ход. Смотрим. На доске французская защита. Классическая система. Постепенно, потихонечку, стороны развиваются. Белые закрывают центр. И переносят тяжесть борьбы на королевский фланг. Пытаясь организовать там атаку. После С4 ферзь С6, СД, ЕД, ферзь H3, ферзь Е6. Ферзь бьет Е6, ФЕ, конь С7, двойной удар. Ладья С8, конь бьет Е6. Белые, как мы видим сейчас с вами, выиграли пешку. Но конь на поле Е6 расположен достаточно неудачно. Черные угрожают его поймать ходом король Ф7. Поэтому черные пока играют ладья Ф5, уводя ладью из-под удара. Теперь белые играют ДЦ, чтобы увести коня на поле Д4. БЦ, отнимая поле Д4 для коня. И вот здесь белые достаточно грубо ошибаются, играя ладья С1. На самом деле надо было играть ладья бьет Д5. На конь Б6, ладья Д3, король Ф7. Тогда единственный ход Ж4. Теперь черные вынуждены бить на поле Ф3. Пытаясь, как и в партии, получить две фигуры за ладью. Но здесь промежуточный ход. Конь Ж5, шах вот такой красивый. ХЖ Е6, король Ж6, Х5. Король Х6, ладья бьет Ф3. Конь бьет А4, ладья Ф7, ладья Е8, ладья А1. И происходит вот такая вот мощная разгрузка. После чего выиграть на самом деле здесь невозможно. Ни за черных, ни за белых. Позиция получается равная. После БЦ, ладья С1, как неудачно сыграли белые, не забрали пешку. Последовал ход. Конь Б6, ладья С3, король Ф7. И теперь тот же самый вариант Ж4. Ладья бьет Ф3. Ладья бьет Ф3. Играет Вахап Санал. Теперь уже конь Ж5, тот самый промежуток, не работает. Поскольку после взятия Е6, король Ж6, Х5, король Х6, ладья бьет Ф3. У черных остается в живых пешка на поле Д5. Здесь черные просто доминируют на самом деле. И постепенно просто побеждают. Играет Д4, пешка на Ц5 жива. Пешка Д идет Ферзи. Черные здесь просто добиваются победы. На ладья Б5 играем Д3. Жертвуя даже коня. На ладья Б2, Ц4. Пешки уже просто рвут и мечут. Ладья Д2, слон Б4. Ладья Д1, Д2, припечатывая ладью. И после ладья С7, ладья бьет Е6. Черные побеждают, потому что ладья идет просто на поле Е1. И таким образом черные добивались победы. Итак, ладья бьет Ф3. Король бьет Е6. Ну, позиция получается абсолютно безнадежная для белых. Потому что у черных остались пешки по центру. Дальше черные просто быстренько все съели. Все пешки. Пешки у черных быстро двинулись в ферзи. Ну и после короля Х3, казалось бы, двойной удар. Но ладья бьет Ф2. Ладья Д1, король Ф4. Вновь бить слона нельзя из-за мата. И дальше уже просто следует добивание. И после конь Е3, ввиду неизбежного мата, в несколько ходов, здесь уже белые сдались. Поскольку если играть король Ж1, то следует ладья Ф1 и слон Ж3 с матом. Ну, а на король Х2 следует просто слон Ж3. Теперь на король Ж1, вводя Ф1 мат. Ну, а на король Х3 можно просто дать мат вот такой симпатичной пешкой. Ж4 и это мат. Итак, австрийский гроссмейстер у нас проходит дальше. Бобби Чен. И мы тоже с вами идем дальше. Белыми играл Александр Фьер. Черными играл Джергус Пекач. Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, С4, Конь Ф6, Д3, С5, итальянская партия, С3, А6, С5, Х6, С4, С7, Конь Д2, Д6, А4, Ж5, С3, Рокировка, Х3, Король Ж7 и после слона Х2, Конь Ж8, Ж4, белые делают ставку на атаку на королевском фланге. Тем более, что черные здесь скомпрометировали свою пешечную структуру. Конь Е7, А5, закрывая игру на ферзевом фланге. Д5, ЕД, Конь бьет Д5, Ферзь Б3. Конь Ф4, Слон бьет Ф4, ЕФ. И Д4 играют белые. На самом деле, после Конь Е7, Х4, белые уже получают очень серьезный перевес. Здесь надо было вместо Конь Е7 черным играть срочно Ф5, пытаясь хоть как-то зацепиться. И здесь еще они держались. Итак, Конь Е7, Х4, теперь вертикаль Аж вскрывается. Ф6, ХЖ, ХЖ, Слон Е6, С5 и 3, 0. Белые спокойно заканчивают развитие. После Ферзь бьет А5, даже, как мы видим, съедают черные пешку. Но это им не помогает, потому что белые просто сдваиваются ладьями по вертикали Аж и организуют смертельную атаку. Конь Ж6, ладья Аш1, угрожает мат в один ход. Ладья Аш8 и финальный красивый заключительный удар, Слон Ж8. Теперь выясняется, что бить на Ж8 нельзя из-за шаха и мата на Ф7. А делать больше, собственно, нечего, угрожает Ферзь Ф7, смертельный ход. Вот, С4, пытаясь отвлечь, значит, Ферзя. Ферзь бьет С4, Слон Е6, ничего не остается, кроме как начинать отдавать фигуры, поскольку все равно, значит, угрожает ладья Аш7. То есть Ферзь С7 не помогает, потому что ладья Аш7, и тогда белые просто выигрывают Ферзя. Я имею в виду вот здесь, вместо, значит, хода С4, если сыграть Ферзь С7, не пуская Ферзя на Ф7, то тогда просто решает вот такой вот шах ладьей, и все, это сразу конец, потому что теряется Ферзь. Значит, С4, Ферзь С4, Слон Е6, ну и здесь Слон бьет Е6. Играет Александр Фьер, и черные сдаются. На самом деле, белые могли взять и Ферзем, и получается просто мат, значит, здесь черным, поскольку угрожает шах на взятие, например, ладьей, следует шах. Теперь король Ф8, и вот такой ход, как ладья Аш7. Вновь угрожая матом на поле Ф7, и выясняется, что у черных от этого нет абсолютно никакого спасения. На единственный шах белые просто закрываются конем, и все, черные абсолютно беспомощны. Итак, Александр Фьер, гроссмейстер из Бразилии, победил, а мы с вами идем дальше. Белым играл Момчил Николов, черным играл Федерико Перес Понца. Итак, Д4, Конь Ф6, С4, Е6, Конь С3, Слон Б4, Ферзь С2, Б6, А3, Слон С3, Ферзь С3. На доске защита Немцовича, Слон Б7, Конь Ф3, рокировка Ж3, С5, ДС, БС, Слон Ж2, А5, Б3. Д6, рокировка. Итак, белые закончили развитие, у черных тоже, в принципе, позиция хорошая. Конь Д7, Слон Б2, Ферзь Б6, Ладья Д1, Ладья Б8, Конь Д2, Слон бьет Ж2, Король бьет Ж2, А4. Черные выигрывают пешку, поскольку бить на А4 нельзя, ввиду пробоя слона на поле Б2. Ладья Б1, АБ, Слон А1, но белые хотят отыграть пешку. Д5, Ладья Б3, Ферзь А6, и вот здесь черные ставят очень симпатичную ловушку белым, в которую белые и попадаются. Они играют Е3, не пуская пешку на Д4, но это очень грубый зевок. Следовало срочно бить на поле Б8, и после Ладья Б8 играть Е3. Тогда бы у черных не было той возможности, которой они воспользовались в партии. А именно, после Ферзь А6, Е3, черные играют Д4, нападая на Ферзя, ЕД, СД. Ну и здесь, если сыграть Ферзь Б2, то Ладья Б3, Ферзь Б3, Е5, и позиции черных явно лучше, хотя здесь белые сразу не проигрывали. Ну а после СД Ферзь бьет Д4, играют белые, и зевают то, что после размена на Б3 следует двойной удар. Да, гроссмейстеры, видите, тоже зевают вот такие вот тактические штучки. 2547, между прочим, белыми играл, и зевнул вот такой двойной удар. Ну и дальше, без комментариев, что называется, черные получают просто лишнюю фигуру, и очень быстро добиваются победы после Конь Д3. Белые сдались, поскольку это нападение на Ферзя. И следующим ходом, Конь Е1, черные выиграют еще Ладью. Очень убедительная победа гроссмейстера из Аргентины. Идем дальше. Белыми играл Виарел и Ордакеску, черными играл Володар Мурзин, наш молодой международный мастер. На самом деле, все предыдущие партии между этими соперниками закончились в ничью, а ничьи я в обзоре не показываю. Но вот эту партию я решил вам показать. Этот контроль уже более быстрый, то есть 10 минут и 10 секунд добавления на ход. То есть и классику, и быстрый с контролем 25 минут и 10 секунд. Эти соперники сыграли все партии в ничью. И вот решающая партия. Е4 играет Виарел и Ордакеску. С6, Д4, Д5, Е5, слон Ф5, конь Ф3, Е6, слон Е2, конь Е7, С3, А6. На доске разыграна защита Каракан. Рокировка, конь Д7, А4, А5, конь А3, слон Х7, конь Е1, конь Ж6, слон Д3, слон Е7, конь С2, рокировка. Следует вот такая вот перегруппировка. Ж3, С5, А4, С4, центр закрывается, слон Е2, конь Б8. Здесь надо было черным просто сыграть Ф6, на самом деле начинать цеплять центр белых. Итак, конь Б8, конь Ж2, конь С6, Х5, конь Х8 пришлось играть Владару Мурзину. Конь, конечно, занимает очень неприглядные положения. Конь Е3, ферзь Д7, Ф4, Ф6 наконец-то, ЕФ, слон бьет Ф6, слон Ж4, конь Ф7, Б3, АБ, ферзь бьет Б3, конь Е7. Постепенно, потихонечку, черные начинают улучшать позицию своих фигур. Слон А3, слон Е4, ферзь Б5, ферзь С8, ладья С1, ладья А6, ладья Е1, конь Д6. Вот конь уже с неприглядного поля на Х8 пришел на великолепное поле Д6. Ферзь Е2, конь Ф5, король Х2, ладья С6, ферзь Д2, ладья Е8. Этот отрезок партии Владар Мурзин проводит просто великолепно, и у черных уже небольшой перевес. Слон бьет Д6, конь бьет Д6, слон Х3, Б5 и конь Ж4, играют здесь белые. Лучше было сыграть АБ, на конь бьет Б5, потом уже играть конь Ж4. Итак, конь Ж4, БА, забирает пешку Владар Мурзин, конь Е3, ферзь Д8. Здесь А3 приводило к большому перевесу черных на конь Д1, защищая пешку, просто следует ладья Е7, и ладья переходит на поле Б7. Итак, ферзь Д8, конь Е5, тут уже начинает подкрадываться цитнот, ладья Б6, ладья А1, ферзь Б8, ладья Е2, не позволяя ладье вторгнуться на поле Б2, поэтому пешка на А4 пока косвенно защищена. Ладья Б1, ферзь А2, ладья бьет А1, ферзь бьет А1 и ферзь Б3. И вот в этой критической позиции Виорел Иордокеску допускает очень серьезную ошибку, не находит красивую тактику, которая позволяла ему продолжать борьбу, играет ладья А2, и после чего позиция белых стремительно начинает ухудшаться. Здесь очень красивый был удар у белых, это ход слон бьет Е6 шах, вот такой вот, можно сказать, как холодный душ ударчик. В чем его идея? В том, что после ладья бьет Е6, ладья Б2, выясняется, что белый ловит ферзя. Ферзю некуда уходить, на ферзь бьет С3, следует вскрытый шах и теряется ферзь. В этом и была идея жертвы, отвлечь ладью с поля Е8, чтобы с поля Б8 был шах. Теперь черные вынуждены играть слон бьет Е5, и после ладья бьет Б3, АБ позиция получается очень сложная, абсолютно непонятная, неясная, поскольку пешки у черных очень сильны, практически бегут ферзи. Но у белых ферзь, а у черных, как мы видим, черные здесь могут еще и без фигуры остаться после ДЕ или ФЕ. Но вот компьютер говорит, что позиция совершенно неясная, поскольку очень сильны пешки черных. Слон на поле Е4 занимает великолепное положение, как раз-таки контролируя поле превращения. Но решиться на такое в Цветноте было абсолютно не под силу Виарелу и Ордокеску. Он играет в ладья А2, и после слон бьет Е5, Владар Мурзин уничтожает этого опасного коня. ДЕ, конь Б5, ладья бьет А4, Д4. Игра быстро вскрывается, ну и дальше без особых комментариев. Черные доминируют, и сейчас мы с вами увидим, что черные полностью сковали все силы белых. И здесь после ферзь бьет Д4, белые зевнули еще и мат в несколько ходов. Шах, король Ж4, слон Ф3, и белые сдались, поскольку на король Ф5 следует ферзь бьет А5, вот такой элегантный мат. Итак, Владар Мурзин у нас одерживает победу и проходит в 1.64 Кубка Мира. Мы с вами рассмотрели все самые интересные поединки. И давайте теперь посмотрим полностью состав 1.64 Кубка Мира. Внимание на экран. Перед вашими глазами полная сетка 1.64 Финала Кубка Мира. Ну и давайте отметим, что чемпион мира Магнус Карлсон будет играть с Сасой Мартинович. Дальше мы с вами смотрим, соответственно, кто с кем играет. Даниил Дубов, например, будет играть с Гукешем. Я буду листать, а вы, соответственно, можете в определенный момент нажать на паузу и посмотреть, кто с кем играет. Живахир Синдаров сыграет с Алирызой Ферруджей. Александр Грещук с Перецом Понсой. Достаточно интересные у нас ждут противостояния. Парис Савченко сыграет с Ани Шемгири. Владислав Ковалев сыграет с Алексеем Сарана. Дмитрий Андрейкин сыграет с Эмре Каном. Ну и вот здесь самая интересная встреча. Владислав Артемьев будет играть с Володаром Мурзиным. Такое вот своеобразное молодое российское противостояние. Карякин Сергей сыграет с Шемсидином Вахидовым. Так, ну и все, в принципе. Мы с вами посмотрели всю сетку. Друзья, если обзор вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, нажав на круглую кнопку с изображением фигурного коня, который вскоре возникнет прямо посередине этого ролика. Или же нажмите красную кнопку подписаться, сделайте ее серенькой, и таким образом вы сможете помочь моему каналу. Также для вашего удобства, если вы щелкнете по левой конечной заставке, то вы увидите обзор предыдущего тура Кубка мира по шахматам в Сочи. Если щелкнете по правой конечной заставке, то вы увидите следующий обзор. Все сделано для вашего удобства, чтобы вы не терялись и могли посмотреть весь турнир целиком. Оставайтесь в курсе событий. Для вас работал и комментировал Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы, играйте всегда красиво. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok